Всем привет с моим канал Суперхирма Скирей, вот уже 16 серия, 15 в кавычках 16 сезона перед нами. Да, я задолжал вам обзоры на три предыдущие серии, но думаю вы немногое потеряли, а я гонюсь за актуалочкой, ну раз уж будем делать новости. Вообще, почему это произошло, вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, который я создал буквально за пару минут до публикации ролика, там я все это и объясню. Не забываем ставить лайки за такую оперативную информацию, подписываться на канал, потому что теперь ее тут будет больше, ну и в телеграм-канал зайдите, что уж стоить. Серия начинается с Лойда, который в довольно подвешенном состоянии общается с Харуми, так говорит, мол, все твои друзья умерли, а мы принесли золотое оружие и сейчас воскресим оверлорда. Тому это не очень-то и нравится, но выбора у него особо нет. После нас переносят в метро, где Ниндзя после событий предыдущей серии находится в довольно заложенном состоянии. Они решают, что надо бежать и, видя отверстие в стене, пробираются туда. Но вдруг крушение, и от смерти их спасает сначала Коу, а потом уже Ния. Ния в довольно потрепанном состоянии костюма после событий предыдущей серии, которые, опять же, я не разбирал, общается с Ниндзя, и те выясняют, что как бы надо бежать от полицейских в пещеру Самурая Икс. Как только копы прибывают, Ния в своем новом костюме взлетает вместе с Ниндзя. Они летят довольно продолжительное время, после чего костюм не выдерживает этого дерьма и падает. Ниндзя встречают Ву, Пиксел и Скайлар после долгой разлуки. Скорее всего, пещера Самурая Икс станет логовом на целый сезон вперед, так как, ну, вряд ли они же будут возвращаться в монастырь. Ну и самый интересный момент серии, когда Харуми воскрешает Оверлорда. Да, он теперь официально вернулся. Как бы это дело было еще в 13 серии, когда мы его впервые увидели. Но сейчас вот уже он вернулся в наш мир в материальном состоянии из кристалла. Обложив 4 оружия вокруг самого большого кристалла, они начали процесс перехода. Это мне очень напомнило момент с Сони Масками из 8 сезона. Но, к сожалению, эту церемонию не прерывают Оверлорд в нашем мире. Кстати, золотое оружие, напитывая силы Оверлорда, кристаллизируется. Эпизод получился довольно классным, поэтому я и сделал на него такой обзор. Что-то трех предыдущих серий, скорее всего, не выйдут в пересказе от меня к концу самого сезона. Мы там сделаем полный ролик, в котором все эпизоды будут совмещены. В общем, на этом мой видеоролик подходит к концу. Ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok